Александр Беляев. Человек-амфибия. Часть первая. Морской дьявол. Субтитры создавал DimaTorzok Наступила душная январская ночь аргентинского лета. Черное небо покрылось звездами. Медуза спокойно стояла на якоре. Тишина ночи не нарушалась ни всплеском волны, ни скрипом снастей. Казалось, океан спал глубоким сном. На палубе шхуны лежали полуголые ловцы жемчуга. Утомленные работой и горячим солнцем, они ворочались, вздыхали, вскрикивали в тяжелой дремоте. Руки и ноги у них нервно подергивались. Быть может, во сне они видели своих врагов, акул? В эти жаркие безветренные дни люди так уставали, что, окончив лов, не могли даже поднять на палубу лодки. Впрочем, это было не нужно, ничто не предвещало перемены погоды. И лодки оставались на ночь на воде, привязанные у якорной цепи. Реи не были выровнены, токеллаж плохо подтянут, неубранный кливер чуть-чуть вздрагивал при слабом дуновении ветерка. Все пространство палубы между баком и ютом было завалено грудами раковин жемчужниц, обломками кораллового известняка, веревками, на которых ловцы опускаются на дно, холщовыми мешками, куда они кладут найденные раковины, пустыми бочонками. Возле бизань мачты стояла большая бочка с пресной водой и железным ковшом на цепочке. Вокруг бочки на палубе виднелось темное пятно от пролитой воды. От времени до времени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в полусне и наступая на ноги и руки спящих, брел к бочке с водой. Не раскрывая глаз, он выпивал ковш воды и валился куда попало, словно пил он не воду, а чистый спирт. Ловцов томила жажда. Утром перед работой есть опасно, слишком уж сильное давление испытывает человек в воде, поэтому работали весь день натощак, пока в воде не становилось темно, и только перед сном они могли поесть, а кормили их солониной. Ночью на вахте стоял индеец Бальтазар. Он был ближайшим помощником капитана Педро Зуриты, владельца шхуны «Медуза». В молодости Бальтазар был известным ловцом жемчуга. Он мог пробыть под водой девяносто и даже сто секунд, вдвое больше обычного. — Почему? — Потому что в наше время умели учить и начинали обучать нас с детства, рассказывал Бальтазар молодым ловцам жемчуга. Я был еще мальчишкой лет десяти, когда отец отдал меня в учение на тендер к Хозе. У него было двенадцать ребят учеников. Учил он нас так. Бросит в воду белый камень или раковину и прикажет — ныряй, доставай. И каждый раз бросает все глубже. Не достанешь — выпарит ленем или плетью и бросит в воду, как собачонку. Ныряй снова. Так и научил нас нырять. Потом стал приучать к тому, чтобы мы привыкли дольше находиться под водою. Старый, опытный ловец опустится на дно и привяжет к якорю корзинку или сеть. А мы потом ныряем и под водой отвязываем. И пока не отвяжешь, наверх не показывайся. А покажешься — получай плеть или лень. Били нас нещадно. Немногие выдержали. Но я стал первым ловцом во всем округе. Хорошо зарабатывал. Застарившись, Бальтазар оставил опасный промысел искателя жемчуга. Его левая нога была изуродована зубами акулы. Его бок и задрала якорная цепь. Он имел в Буэнос-Айресе небольшую лавку и торговал жемчугом, кораллами, раковинами и морскими редкостями. Но на берегу он скучал и потому нередко отправлялся на жемчужный лов. Промышленники ценили его. Никто лучше Бальтазара не знал Лаплатского залива, его берегов и тех мест, где водятся жемчужные раковины. Ловцы уважали его. Он имел угодить всем — и ловцам, и хозяевам. Молодых ловцов он учил всем секретам промысла, как задерживать дыхание, как отражать нападение акул, а под хорошую руку и тому, как припрятать от хозяина редкую жемчужину. Промышленники, владельцы шхун, знали и ценили его за то, что он имел по одному взгляду безошибочно оценивать жемчужины и быстро отбирать в пользу хозяина наилучшие. Поэтому промышленники охотно брали его с собой, как помощника и советчика.